Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте, короткий обзор новостей на сегодня. Предвыборная компания Национального собрания Республики Западной Армении «Встреча Псум». Уроженцы Западной Армении Жирай Зуртян. Армянская идентичность, армянские сироты. Мы пролили кровь армян. Видеозапись азербайджанского диверсанта. Омбудсмен Арцаха Гегамстепанял встретился с действующим председателем ОБСЕ. Шуши является неотъемлемой частью Арцаха как в территориальном, так и в культурном, экономическом и историческом аспектах. МИД Арцаха. Бои самообороны Зейтуна. Часть первая. Признательный отец Рафаэл Патканян. 13 апреля 2023 года состоялось заседание Национального собрания Республики Западной Армении на 2023 год. Пятый ЗУМ организован для декандидатов-депутатов на очередные выборы в декабре. Встреча проходит на разных языках. На этот раз конференция прошла на русском, которую провел замминистра обороны Республики Западной Армении и кандидат-депутаты Сурен Шаумян. Были представлены проблемы, обсуждаемые во время предыдущих ЗУМ, их обсуждения, вопросы и ответы. Выступления и ответы были переведены на армянский язык, поскольку присутствовали кандидаты, не владеющие русским. На вопросы отвечал президент Республики Западной Армении господин Абрамян, который также присутствовал на встрече. Обсуждение было бурным. Господин Абрамян дал исчерпывающие и четко политико-правовые ответы на обобщение, сформированные на основе мнений и предложений присутствующих. Жерарий Зуртян был богемным художником, одним из выдающихся представителей истории искусства Лос-Анджелеса. Известен местом жительства, ранчо Зуртян, ежегодными праздниками, которые там устраивал. Пережив геноцид, совершенный против армян, спасся вместе с семьей, далее переехал в Соединенные Штаты. Получал стипендию на обучение искусству в Ельском университете. После окончания переехал на Западное побережье. После развода с первой женой построил ранчо на небольшом земельном участке, которым впоследствии стал известен. Ранчо Зуртян стало популярным благодаря ежегодным празднованиям Примавера, в которых принимали участие самые разные богемцы. Это был фестиваль искусств, украшенный различными костюмированными представлениями. В фестивале принимали участие люди, которые не были представителями искусства, в том числе друзья Зуртяна, один из которых всемирно известный физик Ричард Фейнман. Следствие геноцида против армян 1915-1923 года тысячи армянских детей осиротели и смелили религию. Большинство после потери родных оказались в бесчеловечных условиях, лишивших самых элементарных бытовых условий. Многие сироты погибли из-за голода и различных эпидемий того времени. 30 октября 1918 года, сразу после Мудрского перемирия, для спасения армянских сирот от надвигающейся потери были проведены действенные работы армянских союзов. Всеобщий армянский благотворительный союз, национальный приют, армянская церковь, также частные лица, военнослужащие армянского легиона и армянских добровольческих полков, иностранные благотворительные организации, также международные организации «Коррестный крест», «Лига нации». Армянских сирот собирали из разных районов Османской империи, сирийских пустынь, Закавказья, мусульманских семей, освобождали из турецких государственных приютов. Благодаря работам по сбору сирот в 1918-1921 году более 77 тысяч детей были доставлены в армянские и зарубежные благотворительные организации Западной Армении, Кавказа, Среднего Востока, а также в государственные приюты на территории Советской Республики Армении. Стали известны новые подробности об азербайджанце, который вместе с другом пересек границу Армении. Выяснилось, что после убийства охранника поста охраны трубопровода Зангизутский медно-малиберный комбинат он вышел в прямой эфир с телефона убитого, в виде уже распространено. Распространилась информация, что убийство совершил второй азербайджанец, проливший в населенные пункты общины Сисян Армении. Они прибыли через Нахичевань, достигли горы в правом верхнем углу Ванаванка, в населенном пункте Шгаршик. Произошло убийство, сообщил источник 168.ам. Есть версия, что азербайджанский диверсант в эфир выходил с телефона убитого накануне сотрудника Зангизутского медно-малиберного комбината возил армянам и спокойно ушел. Имеется сведение, что через Ковсакан он перешел на оккупированной азербайджаном территории. Представляем подробности прямой трансляции диверсанта. «Заявляю всему миру, я молюсь во имя единственного Бога, Бога, который создал нас. Мы прибыли в Армению, мы пролили кровь армян, мы обезглавили 400-500 армян, мы все еще живы, мы не умерли. Даст Бог, мы не умрем. Если мы умрем, отпустите наши грехи. Мы не предатели Родины, мы хранители достоинства Родины». Именно этого азербайджанца поймали в Капане. Напомню, что ранее пресс-служба Министерства обороны Армении передала 10 апреля в районе от часа до двух ночи на территории Армении был обнаружен и арестован военнослужащий вооруженных сил Азербайджана. С ним был еще один военнослужащий, разыскные работы которых продолжались три дня. Азербайджанские СМИ со ссылкой на Министерство обороны страны сообщили о пропаже двух азербайджанских военнослужащих. Отмечается, что они заблудились в направлении Нахачевана в условиях ограниченной видимости из-за неблагоприятной погоды. 13 апреля защитник прав человека Республики Арцах Геам Степанял встретился с действующим представителем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи, находящимся в Армении с рабочим визитом. Подробности передает пресс-служба омботсмена Арцаха. Геам Степанял коснулся политики этнической чистки, проводимые властями Баку после усыновления режима прекращения огня от 9 ноября 2020 года, указав на конкретные факты и примеры преступлений, совершенных азербайджанской стороной. Омботсмена представил гуманитарные последствия незаконной блокады со стороны Баку, продолжающиеся 4 месяца, а также широкомасштабные нарушения прав народа Арцаха. Защитник прав человека отметил, что игнорирование призывов международных акторов и невыполнение решений международного суда ООН не влекут каких-либо последствий для Баку, что только поощряет безнаказанность и вседозволенность. На заявление и призывы международного сообщества Баку отвечает ужесточением блокады и действиями, причиняющие новые страдания мирному населению. Геам Степанял выразил недовольство и неадекватным, и неадресным отношением международного сообщества к создавшемуся гуманитарному кризису. Отметив важность участия ОБСЕ в урегулировании Азербайджана-Карабахского конфликта, обыцмен подчеркнул необходимость восстановления деятельности формата минской группы ОБСЕ, направление группы ОБСЕ по сбору фактов в борцах и обеспечению его постоянного присутствия. Во встрече принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Андрей Каспшик. Правительство Республики Западной Армении напоминает, что еще с 1992 года созданная минская группа не принимала активного участия в процессе урегулирования конфликта, так как не имела окончательно сформированных рамок миссии и мандата на деятельность, лишена права расследования обстоятельств возобновившихся военных действий во время конфликта. 23 января 2012 года Алиев заявил, что переговорный процесс не будет идти по пути недопустимости войны и до сих пор следует своему заявлению. Мы считаем, что власти Арцаха в первую очередь должны акцентировать внимание на реализации права народа на самоопределение и помнить, что народ Арцаха 10 декабря 1991 года уже самоопределился. Мы готовы содействовать властям и народу Арцаха в реализации осуществленного ими законного референдума. Заявление МИД Республики Арцах. Строго осуждаем состоявшийся 8 апреля визит делегации национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов международной организации тюркской культуры в оккупированной армянский город Шуши. Очевидно, что данное незаконное посещение, а также проведение иных подобных мероприятий в оккупированном в армянском городе Шуши направлено на легометизацию Азербайджаном и его союзниками, результатов развязанной Баку в 2020 году агрессивной войны и незаконного применения силы против Республики Арцах и ее народа. Вновь подчеркиваем, что город Шуши является неотъемлемой частью Арцаха как в территориальном, так и в культурном, экономическом и историческом аспектах. Посещение национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО Шуши выглядит еще более кощуственным и провокационным на фоне продолжающейся уже 4 месяца незаконной блокады Арцаха, а также систематического уничтожения армянских религиозных и исторических культурных памятников, фальсификации их идентичности на территориях, перешедших по контроль вооруженных сил Азербайджана, в том числе в древнем армянском городе Шуши, и упорно воспрепятствование властями Азербайджана направлению оценочной миссии ЮНЕСКО в Арцах для проведения инвентаризации и оценки состояния объектов культурного наследия. Продолжающиеся со стороны Азербайджана акты вандализма и осквернения в отношении армянских церквей и других памятниках культуры и религии в Арцахе, в том числе в оккупированном армянском городе Шуши, грубо нарушают нормы международного права, а также решение международного суда ООН от 7 декабря 2021 года о применении обеспечительных мер. Правительство Западной Армении напоминает, что республика Арцах по сей день не приняло закон, что армяне являются коренными жителями Арцаха. А власти Баку уже готовятся к принятию закона, что армяне являются заселенными в Арцах. Пришло время исправить допущенные ошибки и принять закон, согласно которому Арцахский мир, включая Горный и Равнинный Арцах, также Шоумянский район являются провинцией Республики Западной Армении. Как зафиксировано законодательством Республики Западной Армении, проживающий там Арцахец является уроженцем данной территории. Принятие данного закона позволит юридически и политическим путем исключить любое посягательство. В преддверии Дня памяти жертв геноцида против армян 24 апреля Вестер Армения ТВ продолжает транслировать свидетельства о боях самообороны в различных районах Западной Армении. Как известно, Зейтум благодаря своей героической борьбе сумел сохранить в рутрию самостоятельность, с которой не могло смириться султанское правительство. Еще с 1880-х годов была задействована целостная система социально-экономического и политического давления по выселению армян Зейтуна и его разрушению. По инициативе Назарета Чавуша вместе под названием Мудзор 12 октября 1895 года на созванном собрании было решено пойти на борьбу против турецкой тирании не на жизнь, а на смерть. 15 октября произошло столкновение с правительственными войсками. В тот же день повстанцы ворвались в административный дом Зейтуны и окружили казармы. Захват был крайне важен в плане приобретения боеприпасов, укрепления тыла и поднятия боевого духа повстанцев. Весь опадение казармы было принято с большим беспокойством в Константинополе. Командование силами, воевавшими против Зейтуна, было возложено над черкесом Мустафу Рамзи Пашу. В конце ноября турецкие войска находились на подступах к Зейтуну. Перед началом атаки Рамзи Паша отправляет в Зейтун делегацию, состоящую из армян Мараша, с предложением сдаться. Требовалось передать главам групп самообороны вернуть захваченное оружие, боеприпасы и пленных. Требования были отклонены. 2 декабря турецкие войска перешли в наступление. Видеоматериал о самообороне Зейтуна можно посмотреть на нашем YouTube-канале Western Armenia TV. Отдавая честь отцу, скажу лишь, что для Нахичевана целых 30 лет он был своего рода моральным луччиком света, проливающим лучезарность и правду. Всеобщее уважение и восторг, которые окружали его, казалось, должны были превратить его в высокомерного, эгоистичного, но на самом деле этого не произошло. Мой отец всегда был скромным. Как утверждают эрудированные знатоки литературоведения, более века династия Подканяна играла исключительную роль в прогрессивной истории армянской общественной идеи. Талантливые представители этого рода, Серупе Габриэль, Микайло Рафаэль и Керупе Подканяны, оказали неоценимое наследие в развитии нового армянского национального языка, литературы, школы, педагогики, театра и армянской историографии. Биографии Габриэла Подканяна считали живым учеником. Будучи наделенным национальным менталитетом и сострадательной личностью, помогал обездоленным крестьянам пшеном, купленным на церковные деньги, выдвигал вопрос подотчетности за церковные деньги, что стало причиной его отчисления из гимназии. Составлял учебники, словари, календари, писал летописи и религиозно-научные труды. Оставил богатое литературное наследие. Предан национальному делу оставил также исторические исследования, история армянского народа, мечна, вебк, «История армянского народа». Его работа «Летопись» является ценным наследием, которое своим охватом, обилием фактов и мастерством письма причисляется к ряду значительных явлений нашей новой культуры. И в завершении новостей послушаем песню «Круг» в исполнении Эллады Чахуян. История армянского народа «Круг» в исполнении «Круг» в исполнении Эллады Чахуян. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok